Телеканал КРТ представляет Легендарная личность для Украины Вы летчик, испытатель И у вас очень много титулов И вот я вот Объективно даже не знаю человека У которого больше мировых рекордов Которые занесены в Кригу рекордов Гиннеса И вот конечно же Хочется задать много вопросов И очень я рад, что вы все-таки пришли к нам в студию Я вот человек на самом деле Далеко не равнодушный к авиации Я на самом деле еще с самого детства Обожаю авиацию, самолеты И все, что с ней связано Публично об этом на самом деле Это мало информации, но тем не менее Я вот даже помню У меня с детства еще остались Такие очень болезненные воспоминания По поводу авиации Потому что, может вы знаете На Севастопольской площади Была Малая Воздушная Академия И там получается На этой Малой Воздушной Академии Там стояло два тренажера Советских истребителей Это МиГ-17 и Су-19 Ой, МиГ-21 и Су-19 И получается, что нас, детишек получается Я тогда в школе учился У нас, я так понимаю, мне выдали удостоверение Я туда ходил И мы там изучали полет по кругу Взлет, посадка и так далее То есть, ну действительно уникальный был комплекс И там действительно стояла полноценная кабина То есть тренажер, как в натуральном самолете Вот, видеокамера там даже такая вот здоровенная На тот момент была Потому что тогда их еще было очень мало И вот там карта была Чтобы вот на телевизор черно-белый на тот момент Показывала, как там мы взлетаем Как там садимся Ну, уникальная штука была Я еще помню, что Потом Эту Академию закрыли Потому что место очень хорошее На Севастопольской площади И на месте этой Академии Построили банк Я помню еще, как школьник Ничего не В голову не пришло более умнее Как-то вот Хотелось как-то отомстить Вот тому, что вот банк забрал Помещение вот этой Академии Ее перенесли куда-то к черту на куличке Куда я уже не мог ездить объективно Я вот взял там И кирпичами побил стекла Я вот объективно понимаю Что вот у меня еще с детства Вот такое вот воспоминание осталось По поводу вот этой вот Катастрофической несправедливости Что происходит с нашей В принципе всей авиационной промышленностью Мы когда наблюдаем Что происходит Вот для меня, честно говоря Вот непонятно Вот как вы можете характеризовать Что вообще сейчас происходит С нашей промышленностью Мы могли делать Очень много самолетов И по сути Это лучшие самолеты в мире На тот момент были И вот сейчас Я думаю тоже По многим параметрам тоже Несмотря на то Что произошло Прошло практически 30 лет А вот как вы можете Характеризовать На каком этапе Сейчас наша Украинская авиапромышленность Ну На данном этапе Конечно Не очень она выглядит В силу того Что Значит Наши Уважаемые Или не очень уважаемые Руководители государства Различные Ну В общем-то Как-то Спустя рукава Смотрели на авиационную промышленность Ибо после Развала Советского Союза Украина Как я часто говорю На блюдеческой С головой каемочкой Получила Готовенькую Авиационную промышленность Во главе С Конструкторским бюро Антонова Во главе С Двигатели строительные Фирмы Прогресс Запорожье Ну Моторостроители тоже Мотор Сич Авиант Харьковский авиационный завод То есть Создавайте Делайте И Тогда В советское время Были созданы Такие уникальные самолеты Начиная Как Все Не буду перечислять Но такой Как Антей Руслан Мрия И они созданы Скажем Умом Умением Наших конструкторов Которые работали В Антонова И До сих пор И Русланы И Мрия И Антей Летает еще до сих пор По миру И удивляет Мир То есть Скажем Сколько Ну Средств Может быть В американских Авиастроительных Компаниях Таких как Боинг Европейских Эрбаз Но они Не превзошли Ну по Скажем Возможностям Создания Таких самолетов Как Руслан Мрия А вот Если Посмотреть На Детали В принципе Утрасли Авиационно-строительные То Опять же Если мы возьмем Кооперацию Боинг Или там Эрбаз Эти компании Фактически Нельзя купить Даже Вот Они Торгуются На бирже Там Где угодно Но Контрольный Пакет Акций Всегда Находится За Государственной Я так Понимаю Монополией Потому что Это Стратегическое Только бы у человека Не было денег Он может только Там Играть Каким-то Процентом Акций Которые Крутятся На бирже Это объективно Если Вот брать У нас То Мы Тогда Были Очень Редкой Страной В которой Могли Производиться Действительно В большом Объеме Очень Качественные И хорошие Самолеты У нас Было Практически Все И двигателестроение Это самое Важное Для самолета И Образованное Население Которое Смогло бы Дать необходимые Знания Чтобы продолжить Вот это Авиастроительное Направление У нас Была И куча Предприятий Которые Смежных Отраслей Которые Тоже Делали Детали Технику Металлы Для того Чтобы Самолет Можно было Создать Сейчас Украина Может Объективно Создавать Самолеты Или Уже Утрачен Вот этот Потенциал Который Был Тогда И Сейчас Уже Фактически Вымерли На самом деле За вот эти 30 лет Ряд Отраслей Сейчас Например Я уверен Что Большинство Приборов Там Детали И так далее Приходится Заказывать За границей Потому что У нас Просто Некому Их делать Нету Понимания Нету Вот этой Отрасли Которая Раньше Занималась У нас Этим А потом Она Просто Исчезла Поэтому Как вы Считаете Вот На данный Момент Украина Может Хоть что-то Делать В плане Вот сама Или Вот уже Безограничных Компаний Которые Будут Помогать Деталями Технологиями Своими Уже Не в состоянии Ну я скажу Так Что По своему Конструкторскому Бюро Антонова Или оно Сейчас Называется Державное Предприемство Антонов Это Совместно С Асселенным Заводом Авиант Объединили И теперь Такое Объединение Предприятия Я скажу Что Потенциал Еще Остался Научно Технический Конечно Часть Молодых Способных Людей Тоже Ушли В различные Другие Направления Но Это Не подорвало Общую Как говорится Направленность Работы Нашего Предприятия А для того Чтобы создавались Новые самолеты Для этого Что нужно Финансы Я просто Приведу Ну к примеру Один пример Такой Который Ну Для любого Он будет Ясно Где мы Находимся Скажем Самые Раньше В те времена Там лет Эдак Ну 15-20 назад Ну И Может 30 лет назад Из государственного бюджета Выделялись деньги На авиационную промышленность Это порядка Было тогда Ну 150-200 Миллионов Гривен Это на всю Авиационную промышленность Частично Оно оставалось Это копейки Если разобраться С тем что выделялось Это копейки К примеру Уже Скажем Во времена Украины Это в 95-м 97-м Годах Был создан Тоже Довольно таки Очень уникальный Самолет Ан-70 Это Перспективный Самолет Современный И Все таки Скажем Европа Заинтересовалась Этим самолетом И Особенно Немцы Они Присылали сюда Несколько своих Групп Которые изучали Этот проект И в принципе Написали они Отчет Своему правительству Европе Что такой Самолет Им нужен Для замены Си-130 Которым Была выражена НАТО Но По Так сказать Независящим От нас Обстоятельствам Принято было Решение Руководителями О том Что Не будем мы Заниматься Ан-70 А создадим С нуля Свой самолет Типа Ан-70 Была дана Была дана Задача Эрбасу И Евросоюз Выделил Для создания Как говорится Опытного образца И получения Как говорится Сертификата То есть Летных испытаний Получения Сертификата Средства Которые Были опубликованы Это каждый Может в интернете Прочитать Тогда Было 8,5 Миллиарда Евро На создание Этого Аналога Получается Аналога И они создали А-400М Наш уже летал Они потом создали Как Испытания Показали Технические Данные По некоторым Моментам Он уступает Нашему Ан-70 Который создавали Еще раньше Нет он не в советском союзе Он создавался Уже Украине После 91 После 91 Года Можно представить Так это только На создание Самолета Первого Для проведения Сертификационных Испытаний А для серийного Развертывания Серийного Производства А-400М Как там же Было написано Было Предполагалось Выделить 18 Миллиардов Евро Если бы Десятую часть Вот этих денег Было Предоставлено Авиационной Промышленности Украине Или Скажем Головному Предприятию Антонов Конечно Можно было Говорить О том Что Будут Созданы Современные Прекрасные Самолеты Опять же Мы объективно Видим Что на этой Ситуации Airbus Они воспринимали Нашу Авиационную Промышленность Как конкурента И объективно Они понимали Что если Будет Настолько Крупный Заказ Они Фактически Себе Сделают Конкурента Который В будущем Будет Конкурировать На Международных Рынках С тем же Самым Airbus И Качество Будет Не хуже Чем у них Поэтому Мы объективно Видим Такую Ситуацию Что Это Систематическая Политика По Ан-70 Немножко Он Назывался Тогда Проект Ан-7x И Тогда Рассматривалось Что Европа Если Заказывает Какая Страна НАТО Заказывает Какое Количество В такой Пропорции Они Будут Участвовать В создании Этого Самолета То есть В сиренном Производстве То есть Каждая Страна Была Заинтересована То есть Это Не только Украина Это Как Сейчас F-35 Да Это Создавало И Европа И с Украиной Вместе То есть Это Выгодно Украине Выгодно И Европе Было бы Но Там Но Дело в том Что Тогда Все равно Центр Производства Этих Самолетов Было На Украине А это Я так понимаю Тоже Не совсем Интересно И опять Мы бы Все равно Стали Конкурентом Если бы Мы Таким Образом Начали Строительство Даже Условно Наших Самолетов Ан-70 Которые Конкуренты Были А-400М То Это Объективно Геополитика С вашей Точке зрения Вот Почему За все Это Время С учетом Того Что У нас Прекрасные Самолеты Почему-то Страны НАТО У нас Их Не покупают Ну В чистом Виде Они бы Не купили Это Как раз Именно Как Кормить Конкурента А вот В том Чести Участвовать Как говорится В создании Того Или Иного Проекта Конечно Это Было Более Менее Как говорится По Партнерски И Это И Предлагала Наша сторона Но Даже На это Не пошли Нет Ну Там Мешались Американцы Мешались Это Они Своё Предлагали И Тогда В то Время Руководители Германии Там Европы Они Приняли Решение Такое Что Не с теми Не с теми Они Сами Создадут А вот Как Вы можете Прокомментировать Вот этот Скандал С Компанией Мотор Сич Когда Фактически Мы наблюдаем Интереснейшую Ситуацию Я считаю Что мы просто живем в такой Интересный информационный век Когда Очень важная информация Становится Достоянием Общественности С учетом Существования Социальных сетей И так далее И мы видим Как идет Конкурентная борьба За технологии И Опять же Несмотря на то Что прошло 30 лет С развала Советского Союза Практически Объективно Даже сейчас Америка Фактически Заблокировала Продажу Предприятия Моторстич Китайцам И это Как раз Уникальное предприятие Которое Создавало Именно двигатели То есть Самое важное Самолете Потому что Там же Есть Очень так Важный момент Компонент И металл Из которого Она создается И вот Другие Технологические Особенности Нюансы Там Целый Сложный Технологический Процесс И даже Несмотря на то Что Это Предприятие Столько лет Фактически Находилось В этапе Таком Очень Плохом Экономическом Даже Сейчас Мы видим Что Вот Как говорится Ни себя Ни людям Совершенно Вы правильно Сказали Давайте Заблокируем Чтобы только Китайцам Не досталось До этого Китайцам И нам Не достанется Конечно И мы Почему-то Видим Такую политику Что У нас Опять же Очень Сильное Влияние Соединенных Штатов Америки Как раз После 2004 Года Она просто Гигантская И мы Объективно Видим Что это идет Систематическое Уничтожение Нашей Авиационной Промышленности Если говорить Именно Языком Таким Вот Народным Общепонятным То Это всем Очевидно Это очевидно Украинцам Это очевидно Китайцам Идет Просто Блокировка Чтобы у нас Ничего не Развивалось И все А как Вот Наше Правительство Такое Допускает Ну Я еще Дальше Скажу Наверное Вы это Знаете Что Скажем Раньше Было Министерство Промышленной Политики В которое Входили Вот эти Предприятия И в том числе И авиационные Предприятия Потом В силу Каких-то обстоятельств Это министерство Ликвидировали И Подчинение Как говорится Эти предприятия Попали Укра Бронпром Ну Какое отношение В прямом смысле Оборонну Прому Авиационная Так сказать Промышленность Тут В общем-то С натяжкой Можно сказать Но если по истребители Выпускали Я бы еще Можно сказать Да Тут еще Можно Частично Там Военно-транспортные Но это же Модификация Из пассажирских Самолетов То есть Никакого отношения К оборонпрому В принципе Не должно Было быть Это Раньше А сейчас Тем более Ну Ну Наруководят Там Такие Как Ну Может Уважаемый А может Не совсем Уважаемый Наем Вот и Специалист Великий В авиации Или Абрам Наем Руководителя Бронброма Да Ну Это вообще По моему Издевательство Когда ставят Иностранца На такие нужности Поэтому Если руководители Это поймут И все-таки Они Ну Скажем Выведут Из системы Подчинения Украинбранброма То И Обратят Внимание Хотя бы Частично Хотя бы Небольшие Средства Выделять Мы не говорим О больших Средствах Выделять На создание Новых Проектов Они Возвратятся Деньги Возвратятся Когда будет Создано Когда Тот или иной Так сказать Хорошая Добавленная Стоимость Так точно Будут Продукты А вот Я опять же Не могу Понять Сейчас Объективно Понимаю Как это Примерно Работало В Советском Союзе Потому что Тогда Они понимали Что для того Чтобы выпускали Самолеты Нужны Условно Инженеры Для того Чтобы Случились У нас В Украине Инженеры Нужно Сделать Институты Которые Будут их Готовить Нужно Дать Школе Хорошее Образование С уклоном Именно В математику Физику Химию Для того Чтобы На выходе Получились Действительно Хорошие Специалисты Нужно Чтобы Они На предприятиях Проходили Стажировку Практику То есть Была Система Подготовки Кадров Сейчас Ее Нет Сейчас Есть Нельзя Так Сказать Антонов Все Таки Сохранил Дело В том Что Антонов Расскажите Если Не Интересно Я Скажу Что Не Существует Уже Ну Скажем Кадры Они Поступали Естественно С Тех Вузов Которые Имеют Отношение К авиации Это Три вуза Нашей Страны Это Харьковский Авиационный Институт Ну Сейчас Университет ХАИ Называется Значит Политех Наш И Авиационный Университет Который Сейчас Который Я заканчивал Да То есть Мы Пополняемся Кадрами От них Но Еще С тех Времен Советских Времен Была Создана У нас Филиал Харьковского Авиационного Института И Этот Филиал Работает И Он Выгоден Для чего Для того Что студенты Не просто Там Как говорится Учатся Они на практике Непосредственно Участвуют Учеба С практикой Как Дуальное Обучение И оно Сейчас Это Продолжается И Эти Кадры Новые Они Идут К нам И пополняются Это Хорошее Пополнение У нас А Как обстоят Дела Вот этими С Смежными Такими Секторами Там Приборостроение Для Самолетов Там Детали Для Самолетов Их Надо Где-то Изготавливать Материалы Из которых Изготавливают Тоже Надо Где-то Брать То есть Если Например Смотрю Статистику Там Если Украина Выпускает В год Один Два Самолета Это Уже Счастье Считается А если Вот Брать За границей Например Тот же Боинг Аэрбас Там Они Эти самолеты По три в день Могут Клепать То есть Каким образом Я вам Привел Пример По Аэрбасу На А400М Были Выделены Сколько Денег Тогда Можно Тут Их И Создавать Как говорится Клепать По Несколько Самолетов Там Месяц В год Такое Производство И было На том же Нашем Серийном Заводе Киевском Или Харьковском Где Это В год Там Под 50-60 Самолетов Выпускались Ну то есть В принципе Вот это Сектора Экономии Нашей Промышленности Которые Выпускали Там Приборы Детали Они остались Или Они остались По приборному Оборудованию Естественно Как говорится Отставание Есть Потому что Сейчас Современные Самолеты Это Новая Авионика Авионика Это Не аналоговая Цифровая Которая Сертифицированная По международным Старатам Да И поэтому Конечно С нашими Наши Отстают Поэтому На современных Самолетах Так называемые Создавая Стеклянную Кабину То бишь На цифре Ну В общем-то Пользуются Зарубежными Фирмами И Скажем Вот Работает Тесно С американской Фирмой Ханнивелл Которая На этом В общем-то Хорошо Продвинулась И То есть Украинских Аналогов Нету Пока Нету Они еще Как говорится Отстают В этом отношении А вот Если Мы вернемся В сотрудничество С Российской Федерацией То есть Мы понимаем Что раньше Я так полагаю Антонов И Российская Федерация У них был Договор По производству Русланов И мы сейчас Объективно Понимаем Что в России Сейчас Эксплуатируется Русланов Гораздо Больше Чем в Украине И там Я так полагаю Эти самолеты Производятся Или планируются Производить То есть Там такая У них Непонятная Ситуация В интернете Не смог Дойти Какой-то Достоверной Четкой Картины Но Опять же Я так понимаю Что они Там Собираются Или Собирались И До Разрыва Связей Это был Позитив Для Украины Что у нас Была такая Кооперация И мы Могли Сотрудничать В плане Производства Транспортных Самолетов Или Это Было Одностороннее Сотрудничество И Насколько Разрыв Этих Связей С Российской Федерации И ударил По нашему Авиастроению Я отвечу Таким образом Вот К примеру Самая Серьезная Самая Богатая Фирма В Америке Боинг Которая Создает Массу Самолетов Так вот Все ли знают Что На Боинг Работают Не только Американцы 14 стран Работают На этот Боинг В том числе И Россия В том числе И Россия Совершенно верно Airbus Это не только Во Франции Это находится Это вся Европа Работает На этот Airbus А Скажем Наши Некоторые Руководители Думают Что это только Должно быть В Украине Да нет Это не только В Украине Это тоже С теми Американцами С теми С теми Кто Где выгоднее Где это Дешевле Где это Лучше И в том числе Это раньше Было с Россией Большая Кооперация Ну сейчас Это ситуация Такова Что Конечно Запретили Но это удар Больше по нам Чем по ним Запрет Вот как говорится Этих И вы меня может поправите Но мы фактически Передали им Технологию Строительства Руслана И они их строят Ну это не технология Вернее как Технологию передали Потому что Они создали В Ульяновский Комплекс Это даже Целая серия Там заводов В Ульяновске Которая Первичная Серия была На авиационном Киевском Авиационном Серийном Заводе Где Выпущено Было Там Около Двадцати Самолетов Остальные Там Самолеты Были Созданы В Ульяновске И Собственно Это заказ Был Министерство Обороны Тогда Советского Союза То есть Это Тяжелый Военно-транспортный Самолет Но потом Его Пере Как говорится Делали Пересертифицировали И он Работает Тоже Как Просто Перевозчик Тяжелых Грузов Не обязательно Военных А просто Гражданских И Естественно Скажем В России Там То что там У них осталось В армии Тогда В Советском Союзе Плюс Они создали Свою авиакомпанию Волгоднепр Которая Чисто Для Коммерческих Перевозок Да У них Больше Самолетов Да Они создавали Серийно Но Все равно Есть правила Мировые То что Есть владелец Проекта Это Антонов И попытки Конечно России Что Переделать Пей Начать Ну в принципе Это наверное Возможно Назвать Руслан Не Русланом А как-то По-другому И основные Как говорится Те Перспективные Нормальные Проработки Разработки Этого Руслана Оставить А что-то там Поменять Наверное Это Возможно А вот Если сравнить Самолет Руслан Если его Надо же На данный момент Российская Федерация Делает И на нем Сделала Оставку Они создали И уже сейчас Серийно Они не выпускают Они собирались Выпускать Повторно Я насколько понимаю Они еще думают На этот счет Потому что Информация Очень такая Двузначная Может как раз Вопрос По поводу Переименования Идет Руслана Для того Что он выпускает На своей базе А вот Если мы просто Проанализируем Есть у нас Европейские Самолеты Которые Возят Тоже Большие Грузы Есть у нас Американские Самолеты Которые Тоже Приспособлены Для Больших Грузов Вот если Сравнить Технические Характеристики Вот вы Как специалист Которые Летали На Русланах Вы примерно Понимаете Я думаю Что вы изучали Подобные Самолеты За границей Которые существуют Их кстати Немного стран Делают Насколько я понимаю Ну вернее Может вы меня поправите Только по моему В Соединенных Штатах Есть такие гигантские Самолеты Которые Транспортировкой Занимаются И может быть Белуга Еще может Подойти Под эти Характеристики Которые Белуга Это специально Созданный Самолет Для перевозки Фюзеляжей Частей Самолета Да И вот Чем Руслан Отличается Чем лучше Чем хуже Ну дело В том Что Большое количество Самолетов Были созданы На базе Самолета Боин 747 Только Транспортный Вариант Но дело В том Что он Не рамповый А с боковой Дверью И поэтому Скажем Загрузка Готовых Как говорится Блоков Там Палеты Или Так сказать Какие-то Определенных Размеров А Значит Руслан Он же как Открывает Там И заднюю И переднюю Часть То есть Загрузка И разрузка Может и как Спереди Так и сзади То есть На весь размер Фюзеляжа То есть Это может быть Огромные Как говорится Сооружения Те которые Боинс не перевезет Просто Я понял То есть В принципе Это есть Конкурентное Преимущество Это есть Конкурентное Преимущество Например По потреблению Топлива То есть Я так понимаю Что если Там американцы У них же Там свои Заводы Производства Двигателей В России Свои заводы У нас К сожалению Догибается Вернее Погибает Моторсич Который Я бы не сказал Что он погибает Да Он в тяжелом состоянии Но он не погибает Потому что Как и Конструкторское Бюро Прогресс Которые Там они Рядом Находятся Они Создатели А эти Производители Серийных Двигателей Ну а то Что Их загнали В угол Решениями Наши правители Загнали Конечно Им нужно Выкручиваться Как то Я так понимаю Кому-то Чего-то Что-то Продавать Вот Если С Россией Перекрыта Так сказать Граница И запрет На Взаимодействие Ну Получается По потреблению Топлива Наши двигатели Которые Вернее Как Относительно Наши Те Которые Ставились На Русланы На Мрии Они более Затратные Нежели Заграничные Аналоги Значит Я Скажем Нюансы Такие Тонкие Я не буду Говорить Да Немножко Они Скажем Более Затратные Немножко Затратные Но А чем Перевести К примеру Там Ну Условно Фюзеляр Зачем Сделали Эту Белугу Потому Что К примеру В Америке Был Заказан Руслан Который Перевозил С одного Берега Америки В другую Там где Боингу Фюзеляжи Готовые Фюзеляжи Я понял Как вы считаете Возможно ли Возобновление Взаимовыгодное Кооперация Между Российской Федерацией И украинскими Предприятиями Именно в разрезе Транспортной Авиации Мы не берем Военную Потому что Мы объективно Кроме транспортной Авиации Мы военного Ничего не Производим На мой взгляд Это было выгодно В первую очередь Нам Украине Было бы Почему Потому что Ну То что там Конфликт Конфликт Нужно как-то его Разруливать Это уже Как говорится Не дело Нас Авиаторов А то что Кооперация Она должна быть Не только с Россией А с теми Странами Которые Ну В какой-то степени Занимаются Ну Авиационной Промышленностью А вот если мы Вернемся к вопросу Именно протекционизма Мы же видим Как например Американский президент Едет в Саудовскую Аравию И просто выбивает Из них Контракт На американский самолет Мы видим Как Владимир Путин На авиасалоне Там просто договариваться Напрямую С лидерами стран Для того Чтобы там Подписывали контракты На наши На их самолеты Мы видим Как и там Все страны Которые Производят Самолеты Там военные Транспортные И так далее То есть Они Просто Являются Лоббистами Своей Авиационной Промышленности И это является Неким таким Знаете Политическим Что ли Больше вопросом Нежели именно Экономическим Почему у нас В Украине Имея все это Под своим боком У нас Фактически Я не говорю За международный Лоббизм Который Как бы Объективно Нужен Даже здесь Даже вот Мы не можем Внутренние Перевозки Заказать Наши украинские Самолеты Заказываем Боинг Заказываем Аэрбасы Наши украинские Компании Там Мау Спросить На каких самолетах Они летают Я знаю На каких самолетах Они летают Боинг 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 Аэрбас Ну как это так И даже вот Если вот брать Авиакомпанию Украина Которая там Государство Обслуживает Ну вот Почему нету Нормального Здорового Лоббизма Именно для того Чтобы Хотя бы Работала Наша Авиационная Промышленность Я не говорю Развивалась Я говорю Работала Ну я скажу Пример Приведу Вы наверное Тоже читали В интернете Якобы Укробуром Тромовцы Ну Подразделение Заключилось Перу Контракт На Один самолет Ан-178 Для Ихней там Полиции Милиции Чего-то И этот контракт Было поручено А мы же подчинены Которая Оборонпром Ну Создавать Антонову Хорошо Для того Чтобы создавать Нужны деньги Значит Давайте Уважаемые Перуанцы Аванс Аванса Перуанцы Пока не дают Но вы создавайте Оборонпром Не дает Но Оборонпром Говорит Вот ту часть Которая Эта самая 18% Отдайте нам Так мы еще Не получили Не отдавайте нам То есть это Нонсенс Вообще Так сказать Вот этой структуры Я опять же возвращаюсь Оборонпром Там просто премии Чиновники Должны себя Выписывать По 800% Может Потому что денег Не хватает А им Чтобы Переанцы Перечислили Эти 18% У них будет Возможность Такая Здесь Здесь как раз Я наверное Понимаю Что Вроде Как и все Вроде Как все К сожалению Идет А по Сауде Тоже я вам скажу В свое время Были Так сказать Контакты Саудовская Аравия Заинтересовалась Проектом Нашим То есть Сауды Насколько мне известно Решили Так же Как когда-то Иранцы На базе Какого-то Самолета Создать Свою Авиационную Промышленность Иранцы Ее создали На базе Ан-140 И до сих пор Там они Выпускают Уже Этот самолет Уже Как бы Без нас Платя нам Ровелти А Сауды Тоже Как бы Хотели Пойти Этим путем И они Скажем Прозондировали Какие Самолеты Антонов Создавал И их Заинтересовал Самолет Старый Самолет Ан-32 Который Для Индии Был Индусы Заказывали Более 100 самолетов Там 110 Или 115 Самолетов И они до сих пор Летают Сейчас Модификацию Делают И так далее То есть это Рабочая ложь Так сказать Не только для военных А вообще Для перевозок Средний транспортный Самолет Вот они Сказали Типа такого Но только Чтобы современной Авионикой Современной Чтобы Цифровой кабиной И с Антоновым Заключили Как бы договор Антонов Делает им Вариант То бишь Мы делаем Ан-132 Не 32 Ан-132 Демонстратор Ну пока Вот такой Ну и тут Как это известно Вмешиваются Товарищи Американцы И Они Убеждают Что не нужно Иметь дело С Антоновым С этим самолетом Вот наши самолеты Так и так далее И Сауды Интерес пропал Американцы уничтожают Конкурентов Прямым текстом Вот так Если разобраться Ну вот Если вот Посмотреть Я вижу Что 234 Мировых рекордов Вы совершили на самолете Ан-225 Мрия И Вот как вы можете Охарактеризовать Этот самолет Вот Что вы можете О нем сказать Хорошего Что может быть Плохого И Вот если вот так Разобраться Какие чувства Вот к этому самолету У вас есть Как у человека Который его Пилотировал Ну я начну с того Для чего была создана Мрия Ну чтобы Люди знали Ну может Многих знают В советское время Вы знаете Как у американцев Была программа Шаттл Так у нас Программа Разрабатывалась Энергия Буран То есть Это челнок Который Так сказать Ну Должен работать Лет 20-25 Возвращаемый аппарат И у нас Кстати лучше Буран получился Технологический Нежели Шаттл Да И для чего Это было сделано Как эти Руководители Космической промышленности Они объясняли тем Что Вот на этом челноке Килограмм груза Доставляемый туда В космос Будет намного дешевле Чем это Значит Ракета Будет Переносить его Ну Тот же Тот же вес Поэтому это Было выгодно Хотя затраты Были приличные Оказалось Что сам Буран Создавался В Москве Подмосковье Ракеты И Центральный бак Где-то по Волжье А Байконур У нас Знаете где Поэтому Когда прикинули То есть Это Наземным путем Готовые изделия Перевозить Это Ну невозможно И сложно К тому же Если Буран Вдруг Окажется Что Значит Возвращаясь Из космического Пространства На землю Ну Произойдет Какой-то Нибудь сбой И он не попадет На Байконурский Аэродром А где-то Сядет Где-то Каким образом Его доставлять Поэтому Вопрос еще тогда Возник о том Что бы Перевозить Это на самолете Был тогда Созданный Уже летал Самолет Руслан Так вот На базе Этого Руслана Нашему тогда Еще жив был Первый руководитель Наш Антонов Олег Константинович Ему была поставлена Задача Создать такой Самолет Чтобы 250 Тонн На внешней подвеске Мог перевозить Этот летательный аппарат То есть это и буран И центральный бак И ракеты Ну по отдельности Вот И эту задачу Конструкторское бюро Выполнило Ну уже Олег Константинович Умер Его подхватил Как говорится Второй Наш Как говорится Выдающийся Генеральный конструктор Петр Алексеевич Балабуев И была создана Вот эта Мрия На базе Ну собственно Руслановских Основных Как говорится Составляющих Только больше Только это самое И если Грузоподъемность Значит Руслана Первично Была 120 тонн Сейчас уже Довели до 150 То тут задача стояла 250 тонн На внешней Или внутренней Подвеске Или внутри Или на внешней Подвеске Вот И уже как раз Именно этот самолет С бураном Именно вы пилотировали Да Из-за этого Вам дали героя Украины Нет Не поэтому Как раз Развал Советского Союза И тут Как раз Еще В Украине Не было Такого звания А Героя Советского Союза Ура поздно было Подавать нашим Руководителям Поэтому Не по МРИИ Но я не о том О том что Тогда было Вот это что Создано МРИИ И первую свою задачу Выполнив Цикл испытаний Еще не получив Сертификата Летной годности Но Мы уже Приступили К выполнению Той основной задачи Перелетели в Байконур Из Байконур Нам Как говорится Погрузили сверху Буран И провели цикл испытаний Совместно с Бураном Те все результаты Которые мы получили Они полностью совпали С расчетными теми Которые конструкторы Нам Как говорится Предписывали То есть Все это удачно Все это хорошо Все это прекрасно И Скажу что После этого Мы еще полетели Вместе с Бураном На Парижскую Авиационную выставку Это самая престижная Знаете В мире Лебурже Лебурже Ну я скажу Что я много раз Там был Лебурже Но я такого Ажиотажа не видел Возле нашего Как говорится Этой пары Были Ну скажем там Тысячи людей Которые Стояли У Наших Этой пары Для того Чтобы увидеть Сфотографироваться Так сказать Запечатлеть Что вот такое Они тут В жизни увидели Так что Фурор был Очень Серьезный Мощный Вот Еще Скажу Ну такой момент После этого Американцы Пригласили На свою Авиационную выставку В Оклахоме Она была Мрию Ну Значит Это ж Дорого В общем-то Туда полететь Они взяли Расходы на себя И Ну Было правительством Принято решение Что все-таки Полететь И Американцам Показать Эту мрию Так вот В Оклахоме Когда прилетели Мы То Средство Массовой информации Объявило Что На этой выставке Будет присутствовать Самый большой Самолет В мире Ну Они не сказали Откуда Где Может Они там и сказали Но Народ Не уточнили Не уточнили Да И не понял И поэтому Очень большая Масса Оклахомцев А там Многомиллионный Как говорится Город Желающих Увидеть Самый большой Самолет В мире Они естественно Прибыли На эту выставку И Как писали Ихние газеты И телевидение Что Америка Не видела Таких очередей С 30-х годов Потому что Эта очередь Была километровая На змейке Вот так вот Выстаивали люди По полдня Для того Чтобы Подойти в Мрию И мы же там Открыли Как говорится На свою часть Войти в нее Там Посмотреть Так самое Примечательное Было То что Значит Экипаж Ну Смотрел же Чтобы там Что-нибудь На сувениры Они открутили Вот Ну И Заходящий Каждый Как мне Доложили Члены Экипажа Там Третий Четвертый Американец Он Удивлялся О Боинг Создал Такой Самый Большой Мире Самолет Ему Объясняют Нет Не Боинг А А Кто Создал Антонов А в каком Штате Этот Антонов Да Не в штате Это Город Какой Киев А где Это Киев В Украине А где Это Украина То есть Народ Не знал Как Говорится Вот Таких Моментов Но На счастье У штурмана Наша Политическая Карта Мира Оказалась Он Показывал Примерно Нет Я Сам Прорисовал Очертил Фломастером Украину Киев Написал Стрелки Показал И мы Наши скотчи Приклеили Тут же На борту Входящий Ну да Чтобы Понимали Вот Ну и И потом Показали Те же вопросы Одни и те же Это же Каждый Третий Четвертый Задавал Эти вопросы Вот Потом Когда интервью Мне брали Так я Немножко Как бы Там Подколол Ну Как Интересно Да Интересно А много Народов Да Конечно Много Ну Пришлось Поработать У вас Здесь Как Поработать Ну Давать Уроки Географии Вашим Жителям Оклахомы Потому Что Они не знают Где Это Киев Где Это Украина Не Ну Раньше Не знали Советский Союз А потом Просто События Так быстро Развивались Что там Кто там Кого Разбирался А вот Если Вернуться К теме Нашей Авиационной Промышленности Мы видим Как государство Все вот эти Годы Ну Практически Ничего Не делает Для развития Промышленности Если так Честно Сказать Те деньги Которые Выделялись Уже После распада Советского Союза Ну Это Это Не деньги На развитие Это Деньги Даже На выживание Не хватало Скорее всего На выживание Не хватало Глобальной Вот этой нашей Авиационной Промышленности Если бы Был частный Инвестор Как с вашей Точкой Зрения Могла бы Отрасль Развиваться Или нет Ну Здесь Так сказать Разное Есть мнение Конечно Если бы Государство Обращало Внимание Так Как Государство Обращает Внимание На частную Фирму Эрбас Это частное Конечно Но тем не менее Евросоюз Выделил Я как говорю 8,5 миллиарда Евро Для создания Это А-400М Я не знаю По каким Другим Программам Сколько Они выделяли Но Это Они же Сами Это Публиковали Вот Если бы Хотя бы Часть И Государи Наши Понимали Что Нужно Вот это Лелеять Вот эту Авиационную Промышленность Ибо Она Подтягивает И остальные Отрасли И металло Как говорится Обработку Там и то и то И тоже Приборостроение Они же тоже Как говорится Без Без Гривны В кармане Поэтому Конечно Мы Лучше Выглядели А сейчас Конечно Слабо Еще Хотелось У вас Поинтересоваться А вот Такой Может быть Неординарный Вопрос Для вас Я вот Очень Уважаю Людей Вашей Эпохи И В принципе Те достижения Те идеалы Которые У него Жили Ну Действительно Они вызывают Восхищение Во всяком случае У меня Я уверен Что У многих Украинцев Такая же Позиция И Если Вот брать Кинематограф Вот Какой Бо Вы Фильм Рекомендовали Для Просмотра Нынешнему Поколению Украинцев Потому Что Если Например Мой Фильм Который На меня Произвел Глубинное Впечатление И Действительно Один из Самых Моих Любимых Фильмов Это Легкая Жизнь 1964 Года Когда Для меня Честно Когда Я посмотрел Был Шок Немножко Потому Что Тогда Показали Человека Который Жил Как По меркам Тогда 1964 Года Просто Как Условно Чуть ли не Полуолигарх Как Предприниматель У него Там Была Машина На тот Момент Квартира В Москве И так Далее И Вроде Как Уровень Жизни Настолько Высокий Был По сравнению С остальными Но Человек У него Совесть Мучила Что Он Нечестно Зарабатывает Деньги И Потом В конечном Итоге Он взял И Бросил Всю Ту Красивую Жизнь И Поехал Подымать Целину И Работать В сфере Науки Ну То есть Насколько Глубинные Ментальные Смыслы В этот фильм Заложены Что Меня это Поразило И удивило И Действительно Знаете Хочется Стремиться К чему-то Хорошему А вот Вы Какой бы Фильм Могли Порекомендовать Нашему Молодому Украинскому Поколению Ну Вы знаете Современные Фильмы Что-то Я так вот Смотрю И Они Не остаются У меня В памяти А у меня В памяти Осталось Мой Как говорится Любимый Авиационный Фильм Бой Идут Одни Старики Да Хотя Это О войне Речь идет Но Там Настолько Сыграно Искренне Настолько Душевно Вот Что Я Чувствовал Как говорится Вот Ну Как Как я Там Присутствую То есть Вы рекомендуете Вот это Все-таки Ну Хотя Его Скажем Вот там Какой-то Парнишка Изровно Спел Эту Смуглянку Так Его Там Не Ну У нас Есть Знаете Дикие Люди Неадекватные Которые Сложно На это Реагируют И вот Я тоже Удивляюсь Как они Могут Себя Называть Украинцами Но То такое Дело А вот Касательно Книг Я понимаю Что Сейчас Очень мало Людей Читает книги Но Тем не менее Думаю Что Вот Ваша Рекомендация По поводу Вот Какие Вы книги Могли бы Рекомендовать Там Одну Две Три Может Назовете Для того Чтобы Опять же Наши Зрители Могли Тоже Примерно Понять Какие Книги Для вас Являются Хорошими И Какие Вы Все-таки Можете От себя Рекомендовать К прочтению Ой Таких Много Ну Я В свое Время Когда Молодым Человеком Был Учился В школе Естественно Я захватывался Авиацией То есть Еще в школьных Как говорится Времен И поэтому Я собирал Всю Литературу Об авиации То есть Все то Что было Тогда Оно у меня Было И я его Если Или не было То я его Читал Ну Когда уже Стал Летчиком То Вначале Военный Летчик Был Вот То Тоже Еще Этот Захват Был А потом Как-то Уже Со временем Ну Скажем Так сказать Немножко Уже Мы отошли Все От книг Есть Интернет Появился И все Прочее Так сказать То Поэтому Так Даже Выделить Отдельно Трудно Ну Может Капитал Карла Марса Или Например Ну Это Такое Дело Авиационная Пропавка Корчагина Например Нет Авиационная Тематика Авиационная Тематика А может Какой-то Автор Или Это Лучше Биография Читать Например Наших Украинских Авиаконструкторов Ну 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 Да Я Вот Как говорится Благодарен Олегу Константиновичу Антонову Нашему Отцу Создателю Нашей Фирмы И мне Повезло В жизни Что я Еще застал Когда он Он был жив И Даже Докладывал Ему Как первые Свои шаги Первые Испытания Небольшого Самолета Ан-28 Вот И он внимательно Это слушал И Так сказать Мне было приятно Что Я молодой Человек Такому Метру Генеральному Докладываю И он так Внимательно Меня Все Выслушал И Задавал Вопросы И конечно Книга Которая Об Антонове Я ее Тоже Естественно Перечитал Вот И Конечно Она Правильная Хорошая И я У меня Она На самом Видном Месте Стоит А касательно Книги Которые Мне подарили Вот Эту книгу Можете Рекомендовать К прочтению И где ее Купить Можно Где-то В авиационных Этих Нужно Спросить Я Честно говоря Не знаю Я думаю Что мы Если что Ссылочка В описании Под видео Дадим Как раз Чтобы люди могли Поинтересоваться Нашей Украинской И советской Историей Нашей промышленности Тоже О наших Летчиках О наших Самолетах О создании Самолета Тоже Олег Константинович И Петре Васильевич До скорого До скорого